нелли заботушка совет дала по устранению головной боли на я сама просто часто страдала головными болями потому что очень много целей все хочется успеть все хочется сделать вот это вот она все держать в голове и головные боли блин забываю себе и постоянно себя бью по голове что нелли ты опять куда-то ушла давай возвращайся я точно и головная боль проходит новогодняя ночь приснилось что меня преследует крокодил в мутной воде я отхожу и снова подплывает он прикасается на или скажи что это хороший сон и я успокоюсь да нет ничего хорошего нет ничего плохого во снах приходят ответы все персонажи животные люди не какие-то небывалые странные существа это все вы проявление ваших чувств переведите весь сон на себя то есть я сама я в вижу все мутно до мутное болото мутная вода то есть я нахожусь вокруг меня мутный мир мутные там чувства какие-то я их не понимаю я пытаюсь от себя отойти опять же к себе подплываю и сама себя боюсь получается да сама к себе пытаюсь прикоснуться плюс еще крокодил это животное это ваши инстинкт и животное начало ваша вот то есть вы боитесь своих естественно каких-то чувств проявления то есть сами за собой бегаете да и сами себя боитесь сами от себя убегаете вот это хороший сигнал так что успокойтесь все сигналы это это все хорошо мы через мир сигналим любые проблемы это не проблема это просто задача для их узнавания решения что там сигналит мир то мне что я хочу себе сказать мама 10 лет цистит на что это смотреть ну проблема женской энергии с принятием и она скорее всего живет с мужчиной я не знаю которого не хочет и испытывает стыд вот может быть еще чувство вины что что-то сексом не то надо разбирать принятие удовольствия да почему она не хочет получать удовольствие удовольствие от себя от жизни от секса ну и вообще просто вот радость классная стрижка спасибо мне корешку сделали как обычно нет никак обычно недавно такое стал носить спасибо так чешутся глаза аллергия все что связано с кожей то несоответствие внешнего мира и внутреннего мира внутренний мир такой я вот себя вот так чувствую но проявляю и делаю я по-другому дисбаланс и поэтому все проблемы с кожей если это связать с глазами то что у меня дисбаланс между тем что я хочу видеть и с тем что я вижу то вот пожалуйста раздражение глаза то есть вы хотите видеть одно нету принятия видите другое не хотите принять зачем вы вокруг это создали то что вы видите вот принятие и понять даже для чего почему это хорошо если вы с этим разберетесь то никакой аллергии не будет у вас с глазами постоянно болеет как себя взять в руки не надо брать наоборот расслабьтесь болезнь это сигнал о том что вы устали от всего вам нужно заняться с собой насладиться всеми кайфушками которые вы хотите сделать для себя начать от внешнего закончить внутренним потому что на внутренние переходить очень сложно прорабатывать вот а внешнее нам помогает добраться до внутреннего состояния то есть какими-то внешними атрибутами пойти порадовать сделать новую прическу макияж сделать то что вы не делали именно новое не по-старому да если вы были брюнетка идите сделайте ничего так не радует женщину как смена имиджа сделать и себе блондинку рыженькую идите там реснички себе сделайте порадуйте себя любыми внешними способами для того чтобы достучаться до себя внутри понятно внешние способы это фикция ну вот реально внешне действие на нас не влияет но чисто психологически пока ну ваше сознание не настолько расширено вам будет очень удобно через внешние действия добраться до внутреннего состояния если вы просто так не можете почувствовать комфорт если вы просто так не можете вот взять и почувствовать изобилие не можете почувствовать себя уютно тогда вам нужна внешняя атрибутика это нормально если вы хотите уюта оденете носочки посидите в гостях у кого-нибудь там у камина с глинтвейном и вот прочувствуйте вот эти чувства вот кто-то может без всякой внешней мишуры эти чувства себе давать это круто но я так могу кто-то тоже может кто-то не может поэтому идите и внешне себе что-то сделайте чтобы добраться до вот этого внутреннее состояние любые болезни это мы забыли о себе о своих желаниях причем желание это не те желания машины квартиры вообще мы сейчас про это речь не идем а именно желание перемен наша жизнь это движение движение это перемены был один шаг другой мы когда шаг сделали мы с точки а переместились в другую то есть это перемена постоянная смена смена всего если вы в жизни не ничего не меняете вы застряли если вы застряли вы болеете все понимаете ну тут очень все просто даже на каком языке по простому сказать идите в перемены сделайте себе внешний там перемены вовне но они просто реально в зеркало будете смотреть помогут вам ощутить новые чувства идите и купите себе новую одежду идите попейте кофе который вы не любили а вот тут возьмите возьмите йогурт и купите себе никогда не ели как моя мама она так ругалась когда я купила йогурты просто она я думала меня не закидает но в итоге я заставила ее съесть говорю мама иди в перемены сейчас денег тебе пришлю 10 тысяч хочешь а так хочу группа пробуй мама каждый день по два-три йогурта ест уже в течение года потому что блин она не думала что они классные она пошла в перемены всю жизнь не ела и говорила что молочка это не для меня мне не переваривание молочки это вот был шаблон прикиньте какой а теперь она любит молочку у нее поменялось питание естественно внешность поменялась и состояние внешне поменялось то есть вот этими всякими мелочами по-новому идти зубы чистить взять в левую руку тапочки на каблучках дома купить и всегда ходили в старых затрыпанных а тут раз поменяли ваше состояние начинает потихонечку меняться если вы заболели вы застряли в одинаковости ходите дома там как чуть чундра старых трико там как я летом в халате замызганом вот но откуда тут будут перемены если у вас блин все одинаково вы живете как этот день сурка я крот а когда вы начинаете вовне что-то менять вас и внутренние начинают вот это вот потихоньку меняться но как только внутренне начинают вот эти чувства появляться новые внешний мир начинает кардинально меняться и исполнять ваше желание то есть понимаете да смысл вы маленькими и маленькими какими-то внешними с шажочками малюсенькими шажочками меняете что-то вовне новые действий делайте что-то по-новому зубы там другой рукой там поменяли чай на кофе поменяли бокалы на кружки кружки на стаканы начали с другой ноги вставать спать на черном белье они на белом то есть маленькими шажочками какими-то меняете внутреннее состояние внутреннее состояние меняется и тогда у вас идут глобальные перемены вовне как следствие то есть меняется мышление, меняется состояние, меняется чувство у вас внутри. И внешне вот это как маховое колесо, оно наращивается и тоже начинается меняться. А перемены — это деньги. Хотите денег — идите в перемены. Всё очень просто. Ну настолько просто, почему вы это не понимаете из-за одного эфира в другую и одно и то же. Просто, ну, поставлю такие вопросы. Нелли, смотрю эфир. Хочу ответить на все вопросы, которые люди тут пишут. Светик, иди, включай и веди прямые эфиры. Просвещай нашу аудиторию. Давай множить нас классных, давай множить наше окружение и давать им больше любви. Я одна, на всех не хватит. Нас Олей, как ты говоришь, да, Олечку тоже там, благодарю за знание. Нас двоих не хватит, Полиенко там третий. Нас троих не хватит. Давайте нести вот этот кайф, чтобы все счастливы вокруг были. Включайте свои эфиры, начните проявляться. Хочешь отвечать на вопросы? Давай, дерзай. Не мои эфиры смотри, свои давай веди. Я буду счастлива. Чем больше вас будет таких, мир будет шоколадный. Дети тоже наши, Микки Маусы? Ну, конечно. Дети — отражение нашего внутреннего ребенка, да. А может, для них это игра, получать пятерки, и они легко играют? Ну, если так, то окей. Если вас это, ну, как бы не трогает, ну окей. Если вы их не заставляете, то окей. Но если вы заставляете, проверяете уроки, то там что-то там уже не так, значит, там не игра. Спросите детей вообще, почему ты хочешь получать пятерки? Вот ребенок может честно вам ответить, почему? Вы увидите эти шаблоны. По-всякому может быть. Но они-то транслируют вас. Давайте не будем гадать за каких-то там других детей. Вы смотрите на себя, как в зеркало, глядя на своих собственных детей, как на свое отражение. Гадать вот там у кого, какие дети, пятерки, там, тройки, двойки, не нужно. Ну зачем? С собой занимаемся, смотрим на своих детей, и все. Я создала Нелли, чтобы оправдать своего ребенка, двоечника. Так, оправдать, это значит полюбить еще больше. Все хорошо. А как правильно формулировать желание, чтобы его записать? Нету правильного, неправильно. Забудьте вы уже, как правильно, как неправильно. Ваше творчество. Чем неправильнее вы делаете, тем больше творчества в вашей жизни. Вы творец, вы творите мир своим собственным творчеством, когда делаете все неправильно, с ошибками, по-другому, по-новому. Это и есть ваша энергия. Энергия рождается только в новом. Если вы хотите как правильно, точно так не делайте. Делайте по-своему. Вот это будет самое верное, лучшее решение. Так, как хочу я. Запомните. Я делаю ровно так, как хочу я. Все. Вот запомните. Запишите куда-нибудь. Все новое, неправильное, с ошибками. Это вот то, как надо. Создавайте новое творчество. Идите в новое, открывайте новые двери. Перестаньте повторять что-то. Зачем оно вам нужно? Все, что было, оно уже есть. Давайте новое создавать, давайте творить. Ваше творчество энергии рождается, когда вы идете в новое. Не надо их правильно формулировать. Нам не желание нужно, а спросить себя, что я хочу. Я хочу, что я хочу, машину хочу. А для чего я ее хочу? У меня есть шаблоны. Я хочу быть пафосной, крутой, там наглой, там вообще мобильной, быстрой. Не надо там такси заказывать. А почему я не хочу такси? Чтобы меньше денег тратить. А что вы думаете, на машину больше, что ли? Ой, меньше будете тратить? Да нифига подобного. Вот. То есть вам нужно выписать. Тут и шаблоны будут, и истинные чувства в списке, для чего вы хотите машину. Потом напишите, для чего вы их не хотите. Напишите и спросите себя, какие чувства хочу вообще получить от этой машины. Вы не машину хотите, но не хотите вы машину, она вам не нужна. Если бы она вам нужна была, она бы уже была рядом. Смиритесь с тем, что вам желания не нужны. Примите, раскройте свою энергию женскую, принятие, что и творца тоже, мужскую. Я сотворила в данный момент именно так, как вот оно есть, без машины себя, потому что она мне не нужна. Но если я хочу ее, это значит, мой ум пытается мне образом в виде этой машины дать подсказку, какие чувства я хочу сейчас испытывать, чтобы себя узнавать, познавать и наслаждаться этой жизнью. Здесь сейчас играю в эту игру. То есть вы не хотите нежелания, перестаньте уже исполнять свои желания. Вот когда вы идете исполнять свои желания, зарабатывайте на эти желания, рвете когти, боретесь, чтобы добиться ваших желаний. Они у вас исполнятся. Исполнятся. Ну, вы сдерете энергию с других желаний, ну, это неважно, ладно. Вы исполните желания, но противоречивые желания, из-за которых вы хотели, чтобы оно не исполнялось, они тоже проявятся, и вы будете страдать. Потому что вы сейчас не хотите иметь машину, потому что вы не хотите страдать. Потому что если она будет, будет очень много страданий. Очень много. Потому что иначе она бы у вас уже была. Но у вас есть противоречивые желания. которые вам удобны, когда у вас нет машины. Если вы с готовностью отпустите противоречивые желания и согласитесь, что да, я готов пойти на это ради машины, тогда машина у вас будет. Но сейчас вы не готовы, вы даже не понимаете, почему у вас нет машины или вашего желания. А вы возьмите и начните разбирать, поймите, почему. Тогда всё встанет на свои места. Либо у вас будет машина, либо вы поймёте, что нахрен вам не нужна ездить каждый месяц на новой машине, на разных спорткарах, веселее, интереснее брать в аренду. И иногда с водителем, иногда с самой. А вот этот шаблон, то, что на аренду денег нет, а иметь машину это выгоднее, это вообще туфта полная. Это тоже надо понять, почему. Тоже рассоздать этот шаблон, что, типа, снимать это дорого. Да нифига. И зачем мы вообще хотим привязываться к этой машине? Потеряла билеты на концерт. Они лежали дома, обыскали всё. Наверное, не хотим идти на концерт. Вопросики всегда заменяйте на восклицательный знак. В каждом вопросе развернутом всегда есть ответ. Всегда. Всегда утвердительный. Поэтому, да, вам туда не нужно. Со временем поймёте, почему. Дело в том, что все ситуации, там, адовые, патовые, которые вот просто вас в дисбаланс вводили, через время вы увидите, почему именно так было для вас лучше всего. Вы через время осознаете, что это был идеальный вариант. Каждое событие здесь сейчас, оно самое идеальное из всех вероятностей событий. Если вы не принимаете эту ситуацию самую идеальную для вас сейчас, в данный момент, которая даёт вам развитие и движение, и жизнь, если вы её не принимаете, то вы идёте нахрапом, завоёвываете другую ситуацию, которая чуть-чуть похуже. Но так вам тоже не нравится, вы ещё похуже, и начинаете скатываться в яму. Вот в данный момент, здесь и сейчас, наилучший вариант и всех вариантов событий, каких могли только вообще произойти. Мы проживаем все события, но в сознании находимся на наилучшем варианте. Если вы с этим не согласны, вы легко перейдёте в другой вариант. Да, вы добьёте своего желания, но потом охереете, почему, блин, лучше бы оно не исполнялось. Потому что каждый раз вы выбираете потом реальности похуже. Ну, если этот лучше, да, перейдя в другую реальность, он будет явно хуже. Ну, может быть, такой же, чуть-чуть похожий, вот, но чуть-чуть хуже. Представьте, что у вас исполнило желание любое. Вот, например, вы добьётесь машину, задайте себе вопрос, да, а почему я хочу её не иметь? Вы увидите намного больше желаний, почему вы её не хотите иметь, и очень мало почему хотите, ну, к примеру. Вот, и задним числом мы всегда знаем потом, почему это было наилучше. Почему классно, что я разошлась с мужем, почему классно, что я потеряла работу, а сейчас у меня, собственно, бизнес, да. Почему я там тогда не сделала аборт, а потом страдала, родила детей там трое, три года жила как в аду, а потом дети выросли, и вообще это цветы жизни, я кайфую. То есть всегда вы потом обнаружите, что те ситуации, те выборы, которые у вас были, они были наилучшими, поэтому перестаньте, ну, вот этого переживать всё время. Так, а я паспорт потеряла. Расслабьтесь, он найдётся. У меня одни танцы на уме, фитнес-клубы, хожу только на такие тренировки, а дома тоже не могу просто ходить, а последнее время вообще прёт конкретно. Что это? Кайфно, кайфуйте, блин, вы что переживаете, что вы кайфуете от танцев? Мне в такие проблемы. Ребят, тут, короче, проблемка. Девушка не понимает, как ей жить. Она всё время хочет танцевать. Сегодня во сне женщине-работодателю высказала, что она совершенно не понимает, что я за человек, и что она мизинца моего не стоит. Взяла, хлопнула дверь и ушла довольная в закат. А теперь работодатель — это тоже вы. Сами себе вот это всё скажите, что вы хотели сказать. Во сне нам приходят ответы, то, что в нашей сон и вот наша материальная действительность, которую мы считаем в реальности, одинаковая. Просто во сне меньше, ну, меньше, вообще шаблонов нет, наш мозг перестаёт анализировать, так как отпускает контроль. Не анализировать, анализирует он тоже во сне. Отпускает контроль наш вечный в реальности. И поэтому то, что мы ответами себе не можем в этом мире дать, ну, то есть у нас есть запрос какой-то, мы сразу себе даём ответ. Но из-за наших шаблонов и контроля мы этот ответ не можем увидеть. Поэтому мы эти ответы, где контроля нет, во сне себе показываем. Расшифровывайте сны, что все персонажи — это вы. Вы сами себе говорите, сами там за собой бегаете, падаете, там куда-то врезаетесь, кто-то за вами гоняется, ну, сами за собой гоняетесь. То есть всё переводите на себя. Тогда вам будет понятно. Так. Проблемы с позвоночником, переломы позвоночника, грыжи, обиды. Обиды, 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 груз прошлого, и вы несёте, и вот вам нужно простить всех людей. Вообще возьмите, знаете, такая классная есть практика в психологии, вы пишите всех людей, которых вспомните. Возьмите там целую тетрадку, и каждого отблагодарите за всё, вот от души. И те люди, которые особенно в вашей жизни отличились, так в кавычках, да, осознайте за, ну, поблагодарите их, да, за этот опыт, что они сыграли для вас эту роль, они играли искренне и честно, и вы их создали для того, чтобы они эту роль для вас сыграли. Что они этим хотели вам показать? Ну, естественно, они вас, вас показывали, как вы к себе относитесь, какие у вас шаблоны, вас тормозят жить и двигаться по этой жизни, вот, и, ну, тормозят идти впеременно исполнять ваши желания. Вот они вам это показывали. То есть их вообще просто зацелуйте там, заобнимайте ментально, закройте глаза, вспомните, обнимите, поблагодарите. Боже, они столько вам информации дали, ну, просто вы не хотите на это смотреть. Ну, я как бы в домике, ответственность переложить-то интереснее, на Микки Маусов с собой же разбираться не хочется. Но если вы возьмете, выпишите, отблагодарите, все, вы этот груз уберете свой. Ментально сходите к каждому, обнимите, пускай эта работа будет на месяц, там, вы там годами не можете вылечить свои проблемы со спиной. Поэтому не торопитесь все сделать за один день. Каждый день выписывайте, благодарите. Вот сколько сможете, столько и сделайте. Начните всех вспоминать, с садика, со школы, родственников, там, мимо проходящих людей. Кого вспомните, неважно имена, вспомните или нет, главное, чтобы образ был. Обнимите, поблагодарите, поцелуйте. Скажите вообще прям огромную благодарность. Вы скажите каждому, кто вам пришел и подыграл для вас роль, сыграл с вами в эту игру, в этот классный театр, был классным актером и показал вам отношение к себе. Всех. Начните, наверное, с мамы, с папой, с бабушек, с дедушек, родственников, ближайших, а потом с детства. Это будет очень хорошая проработка. Очень. Вторую проработку вам дам, блин, ну там вам концовку нельзя знать. Давайте я просто скажу, короче, не будет этой проработкой, будет сразу у вас с ответом из конца учебника. Я хотела такой тренинг сделать, но сейчас зима не получится, а до лета ждать неохота. Хотела вам дать вот что. То есть берете, собираете камни, маленькие, большие, может быть, кто-то из коучеров, психологов возьмет себе на вооружение и внедрит это в свой тренинг. Потому что метод очень классный. То есть пошлите ваших друзей, знакомых, собирать камни. Пускай они принесут много-много камней. На маленьких напишет маленькие обиды, на больших большие обиды. Сложит это все в большие сумки и заставьте этого человека ходить на работу, в магазин, вообще куда бы он не выходил из дома и по дому с этими авоськами в рюкзак запихнет. И вот с этими обидами пускай он походит столько, сколько выдержит. Вот. И там человек делает вывод, что нахера я с грузом этим хожу? Вот зачем? Вот зачем я хожу с этим грузом? Потому что в какой-то момент у человека щелкнет, но это надо просто практически попробовать. Сколько вы сможете их протаскать? Кто-то день, кто-то два, кто-то там может на неделю справиться. Справиться. А еще сказать так, ты прям бери большие камни с большими обидами. Вот. И человек, когда просто пойдет на работу там с этим грузом, но он еще не знает, да, что ему надо их выкинуть, он просто их выкинет и испытает такое облегчение. Он сам поймет, нахера я это таскаю? Вот зачем мне этот, я таскаю этот груз обид? Нет, он выкинет и вот это вот внешнее с внутренним оно срезонирует и будет очень хорошее, прям мега облегчение. Правда, это крутое. Поэтому если ведете тренинги, сделайте вот такой небольшой флэш-мобчик с народом. Вот. Зимой не знаю, где камни искать. Летом можно заставить пойти, так, ребята, идите, соберите камни. Тогда сознание само придет к тому, что какого хрена я таскаю эти обиды? Человек просто выкинет эти авоськи и перестанет думать об этих обидках. Оно сработает здесь вот в голове. Так, слушайте, что-то я с вами очень долго общаюсь, надо пойти чай попить. Сейчас я дочитаю, наверное, отвечу на пару вопросов и пойду, пойду, короче, расслаблюсь. Нелли, я после твоего марафона начала опять слышать своего творца внутреннего. Класс. Большие деньги, маленькие деньги – это тоже шаблон. Да, шаблон вообще, шаблон денег надо рассоздать. Что такое деньги? Вы деньгами наделили почти всю вашу жизнь, а ваша жизнь – это не деньги. Вы хотите денег, а это всего лишь средство для перемен и получения чувств. А вы можете эти чувства получать и перемены без денег. Вы деньги наделили чем-то таким, что вы себя уже этими деньгами заменили. Нужно, блин, поработать над деньгами. По поводу денег у меня есть… Вика подняла цены. Но я скажу, кто мой эфир смотрит, можете написать в личку. 50 евро оставлю для входа на месяц в денежную закрытую группу. Кто не проходил. Все шаблоны денег рассоздать, понять, оценить, ну и, короче, пройти этот курс, у кого проблемы с деньгами. Ну и плюс еще шаблон «маленькое и большое». Маленькое может и большим быть и маленьким. Вот, ну, вернее, что-то может быть одновременно и большим, и маленьким, в зависимости, с чем сравнить. И вот это вот наше оценочное мышление, оно нас ставит постоянно в крайности. Надо вот оценки, сравнения, мало-много, все вот это вот трансформировать. То есть понять, что это одно и то же, и перестать на мир смотреть вот так шаблонно, что это маленькое или это большое. Перестать вот вообще это сравнивать. Как только у вас нет шаблонных ограничений, ваша энергия течет, блин, таким потоком, что вы идете, не сопротивляясь, и все у вас случается. Только подумали, а желания уже случаются. Только захотели в какую-то игру поиграть, она случается. Без всяких достигательств этих, без борьбы, просто. Когда вы себя ничем не ограничиваете, но вы ограничиваете себя крайностями, деля все и оценивая, постоянно что-то сравнивая. Кто-то там красивее, кто-то богаче, кто-то беднее. И вот вечная вот эта оценка вас жестко тормозит во всем. Так. Тун-тун-тун. Все, я, по-моему, дочитала. Обиды, если превратить камни в бриллианты. Конечно, это вообще новый левел, если вы ваши, эти камни превратите в бриллианты. Это будет классно. Каждая ваша обида, пока вы будете писать, знаете, как обратить их в бриллианты? Когда вы не просто напишите и скинете этот груз весь с себя, а когда вы будете читать, а обида какая? Какое ожидание я навесила на человека, которое он не захотел оправдывать? То есть он пошел по своим желаниям и не стал моей марионеткой. То есть я на человека навесила ожидания, и я захотела, чтобы он был куклой, ну, не живым. То есть я его умертвляю, чтобы он был куклой, жил по моим желаниям, чтобы за ниточки я дергал. То есть я навесила ожидания, а он так не сделал, скотина. Прикиньте, он как творец решил выбрать себя. Ну я же последняя вообще творчиха такая. Я хочу, чтобы он не шел по своим желаниям. Я хочу, чтобы он мои желания выбирал, а вот свои не выбирал. То есть это говорит о том, что я свои желания, правильно, не выбираю. Если вы каждую битку рассмотрите и увидите там не недостаток, а наоборот, то, что вам не доставало в себе увидеть, то этот камень превращается в бриллиант, потому что это ваш ресурс, это ваша энергия, все ваши обиды. Если вы рассмотрите и увидите, что вам не достает в себе увидеть, вот, то есть обида, на камешек смотрим, что нужно было увидеть, какое я ожидание на него повесил, почему я это от себя не ожидаю, почему я ожидаю от него, почему я себе это не могу дать, почему я не вижу в себе этот ресурс. Как только вы увидите, на чем основана была обида, и увидите этот ресурс себе, вы дадите эту энергию себе, вы дадите эти бриллианты себе. Вот, то есть переводите вот это вот все. Но это уже другой левел, да, кто любит работать с головой и осознавать, вот это дело. А кто не хочет заморачиваться, достаточно просто потаскать камни и сказать, нахрена я это все таскаю и выкинуть. Так. За месяц проведешь весь курс. По поводу денег, это закрытая группа, она стоит 50 евро. В общем, там у меня посты, вы самостоятельно читаете пост, делаете задания, выполняете задания и смотрите, как тысячу человек других выполнили это задание. То есть там расписаны все денежные шаблоны, почему я хочу не иметь денег. Там их просто тысячи, это не 10, не 5. Почему я хочу не иметь денег? Вы можете это увидеть, если сами не можете догадаться, почему мне выгодно не иметь денег, там 10 написали, то за вас уже куча людей написали. И плюс в следующих постах это все трансформировано. Вам нужно читать и мотать на ус. Если сами не можете трансформировать, то читайте, мотайте на ус. То есть это группа денежного спринта. У меня было 3 месяца, ой, 3 месяца, 3 дня денежный спринт. Или неделя, не помню. Как проработать деньги? И эта группа осталась, теперь для самостоятельного изучения. Ну, стоит 50 евро. Вот, книжка «Для чего Богу деньги?», да, чтобы у вас были деньги, стоит 500 рублей. Вот, курс телепатии 3000 евро стоит. Сейчас у меня есть курс, начало в любой день. Есть курс «Твори свою реальность». Вот, она стоила 10 тысяч рублей, 9999. После Нового года стоит 500 евро. С февраля будет 1000, и потом 1000 евро я оставлю. Этот курс, короче, я сначала поставила маленькую цену, но люди на втором-третьем задании, все, ну, как бы, вот, крышкой, ну, как бы, не готова сознание проработать и видеть в этом какую-то ценность или, я вообще не знаю, думать, ну, то есть, если у вас нет денег, это значит о том, что ваш мозг очень зашоренный. Это не потому, что вы такой неправильный какой-то, там, не в то время родились и не в той семье, там, и с умом у вас всё прекрасно, и со знаниями у вас всё прекрасно, и с ресурсами, и с возможностями всё прекрасно. Вы настолько живёте своей правде и шаблонах, что вы не хотите рассматривать другую правду. Как только вы готовы признать другую правду, у вас будут деньги. И деньги – это просто показатель того, что вы сидите в своём комфорте, и вам страшно пойти и узнать ещё чего-то. То есть деньги – это просто показатель ваших перемен. И если вы готовы на перемены, они к вам придут в любом случае, вот просто с неба упадут, и вы проснётесь, и вам на кошелёк упадут деньги, если вы готовы к ним. Но если у вас нет денег, это ваше желание, чтобы их не было. И если у вас желание, чтобы их не было, я не хочу, чтобы такие попадали на курс ко мне, потому что вы дальше, ну, вот этот курс мой не поймёте. И очень много уже людей я убрала с курса, потому что понимаю, что их сознание не готово сейчас воспринимать вот эту информацию, именно вот этого курса. Поэтому я повысила до 500 евро, а с февраля тысячу, ну, ещё есть возможность. То есть я до Нового года давала два месяца, чтобы вы попали туда за 10 тысяч рублей. Попало очень много людей, но, блин, кто-то очень-очень-очень тупит, жёстко. Слишком тупящих мы убрали, ну, потому что очень сильный курс, ну, настолько глубокий ещё с чатом поддержки, где, блин, 8 кураторов вместе со мной работают с вами, но он стоп, он 24 на 7, то, ну, а готов, люди вот за такие деньги молчат и не хотят работать. То есть это ещё один плюс, почему я повысила цену. Я повышаю уровень цены, чтобы приходили с определённым сознанием. То есть кто готов заплатить, у него и сознание готово к этим переменам, понимаете? Деньги и сознание, они прямо-прямо-прямо взаимозависимы. Это не… Ещё раз говорю, деньги — это показатель не просто там ума какого-то, нет. Деньги — это показатель вашей готовности и открытости идти в перемены. То есть если вы готовы, то они приходят. Если у вас в жизни нет денег, вы не готовы идти в новое, вы не готовы идти в страхе, вы не готовы работать с собой, вы готовы сидеть только в своём комфорте. То есть вы не готовы идти, ну, реально менять свою жизнь, и вам хорошо и так. Ну, тогда у вас вот и будет вот этот определённый уровень дохода. Деньги — это просто показатель нашего иллюзорного мира вот этой киношки, которую мы смотрим. Так, если есть желание, они приходят, эти деньги, на ваше желание. Всегда приходят на ваше желание. Но у вас нет такого желания. И для этого есть причины в ваших шаблонах. Если у вас есть определённые шаблоны, мой курс не поймёте. Вот, блин, долго объясняла. Поэтому курс 500 евро весь январь, потом тысячу. Но я хочу вас обрадовать. У меня два курса сейчас законченных, и мы будем их опубликовать с Викой буквально вот после живой встречи. Где-то к концу января опубликую, может, чуть раньше. Один курс у меня будет, ну, совсем для новичков, которые, ну, совсем, сидя, сам открою, вот, мы его сделаем там за 3000 рублей. Это тоже будет курс с техподдержкой, подготовка к работе с сознанием. Вот, это вот один курс. Второй курс будет за 10 тысяч рублей, который уже будет, можно сказать, не для новичков, ну, и для новичков в том числе, вот, проработка сознания, но не на том уровне, как вот этот мой курс. То есть он будет проще, вот просто вот реально проще. И мы будем использовать там другие техники. Не сразу там, всё, ты бог, иди твори, короче, миллион завтра принеси, как и на этом курсе. Вот. А такой с различными практиками через тело. Очень много возьмём практик разных психотерапевтов, психологов. Ну, короче, чтобы попроще было, потому что я не всем понятна. Вот. А чтобы всем было понятно, нужно дойти, скорее всего. И Вика мне предложила сначала подготовить мозги людям, внимание, наше внимание формирует, а мы не можем даже понять что-то, потому что наш фокус внимания рассредоточен. Мы не можем одно дело делать и выполнить задание, потому что наши мысли витают вон там. Хотя бы поработать с нашим вниманием нужно. У кого совсем проблемы с вниманием, почитайте мою книжку. Как определить свой уровень? Посмотри на свои доходы. Посмотри. Всё. Они говорят обо всём. Если ты готова за 3000 рублей прийти на подготовительный курс, отлично. Вот. А в принципе, если запросто можешь 10 тысяч заплатить, приходи уже на уровень повыше. Вот. Я не то, что там делю как-то на уровни, там. Я не хотела вас как-то обидеть, что-то вот, чтобы вы не так меня поняли. Как объяснить? В общем, моя программа курса, как будто я ребёнка 6 лет тащу в университет. Вот. И даже старички многие, которые сейчас у меня кураторами, они говорят, Нелли, ну это очень сложно для нас. Они уже три года там занимаются. И живые курсы у меня проходили там за 3, 5, там 10 тысяч евро, которые у меня были и живые. И они говорят, даже сейчас им сложно. И я реально просто понимаю, начиная перечитывать задания. И когда все буксуют на третьем, на четвёртом задании, а их 24 задания, вот, многих год будут проходить. Особенно, какой уровень идти, чтобы понять суть слов. Вот. Это уже последний, наверное, уровень. Нам нужно подготовить мозги, чтобы понять. Вот. Надеюсь, вам не обидно. Очень классно по ступенечкам подниматься. У вас есть 3 тысячи, вы пришли на 3 тысячи, поработали. Вам пришло 10. Запросто пришло, потому что вы уже прокачали свою энергию, прокачали ваше желание. Понимаете, как работать с противоречивыми желаниями. Прокачали. Вам пришло 10, прошли за 10. Вам 1000 легко пришло, уже пошли там дальше. Проблема с шеей, областью лопаток, это тоже обиды. Больше, ну, спина – это все обиды, шея обиды, там груз. Но шея – это подвижная часть нашего тела, это ваша гибкость. Вернее, негибкость. Вы не хотите слушать других людей и принимать другую точку зрения. Вот наш мир, наш мир, да, там, возьму калейдоскоп. Вот наш мир. Я здесь смотрю и вижу вот эту сторону. А вы смотрите, видите вот эту сторону. Я говорю, тут, короче, нету башни, тут птички. А вы такие, нет, тут башня. А мы с вами спорим. То есть мы по-своему каждый прав. Кто-то видит вот эту штуку, отсюда смотрит. Точка зрения – это определение себя в пространстве, как ты наблюдаешь этот мир. У каждого своя точка зрения. Каждый находится в своем месте, с которого он наблюдает. И вот представьте, мы видим все по-разному. Смотрим на одно и то же, но видим по-разному, объясняем по-разному. И портрет того, что мы видим, у всех складывается разный. Если вы не гибкие и смотрите его только с одной и доказываете свою правду, а ваша правда не может быть, ну просто не может быть правдой. Она сама по себе, как маленький пазлик, ложна. Вот если вы начнете слушать всех остальных людей, но не брать на веру у каждого свою правду. Ну то есть никто не прав по отдельности, но все правды вместе составляют реальную картинку истины. Вот этой вот. Если вы будете держаться за свою правду и не прислушиваться к другим, то вот эта негибкость будет отдавать вам сигнал в шее. Это одно из. Есть еще варианты. Посмотрите «Психосоматику» Луизы Хей, Давлатов. Кто там еще у нас? Кто еще? Не помню. Они про шею очень много говорят. У меня скоро своя книжка по психосоматике выйдет. Надеюсь, я ее успею дописать в этом году, потому что, блин, очень много работаем. Но вот прям тоже хочу поделиться со своим видением, как я вижу сигналы тела. Так, а я чувствую, что пошла с садика сразу в 11 класс, ко мне на курс пришла. Ну да, я говорю то, что, блин, надо ограничить вход на курс, потому что задания очень сложные, вот прям реально сложные. Но если вы пройдете этот курс, все, мы с вами будем смотреть на мир с одной точки. Ладно, целую вас всех. Не буду третий час вести этот прямой эфир. Я очень рада была вас всех видеть и слышать. И я очень счастлива, что вы поддерживаете меня, задаете вопросы, смотрите мои прямые эфиры. Еще раз вас хочу поздравить с Новым годом. Этот год будет еще волшебнее, чем предыдущий. Все обидки, все-все-все-все камни оставьте в прошлом году. В этом году наблюдайте только самое вкусное, самое свежее, самое классное. И я буду очень рада, если мы дальше будем с вами вместе тусить, общаться, сохранить эфир, да. Ну или сделайте экзамен для желающих. Да нет, экзамены для желающих не буду делать, просто если вы готовы 500 евро заплатить там тысячу, то, ну как бы, ваше сознание на том уровне, ну то есть более открыто, да, у вас поток есть, потому что деньги — это поток, это ваша энергия, вы ее легко пропускаете. То есть если вы ее легко пропускаете, значит, вы не настолько зашаблонены, вы можете думать. Вы можете реально думать. То есть если у вас есть такие средства, вы готовы легко их отпускать, то вы думать можете. Обмусоливать мои задания тоже сможете. Это уже экзамен. Деньги — это барьер. Так. Не поверите, я смотрела на одного коуча и думала, что Нелли мне резонирует гораздо больше. И почему у Нелли нет вот прям сейчас курса? У меня есть курсы. Смотрите, где найти курсы. У меня много курсов, книг. У меня есть канал статей. Статей намного больше, чем здесь в Инстаграме. У меня есть видеоканал и есть подкасты Spotify, Яндекс.Музыка. И это подкасты, где все мои прямые эфиры озвучены, и вы можете их слушать в машине. То есть очень много всего. И все это меню находится в ссылке в профиле Инстаграма. То есть в Инстаграм, где вот кружочек, я, обо мне, нейропсихолог. И там ссылочка. Заходите, менюшка, и много кнопочек. Мы этих кнопочек будем добавлять все больше и больше, потому что у меня скоро очень много книг выходит. Просто все надо отредактировать. Все, ну, как обычно у меня в черновичном состоянии. Надо отредактировать. Вот, игра скоро будет, наконец-то. Плюс видеопроект. А, ребята, кто новички? У меня видеопроект будет. Это будет вирусное крутое видео для YouTube-канала. Оно будет очень классное. В этом видео 700 человек, больше 700 человек, снимают свою роль, определенную фразу говорят. И представьте, видяха. В общем, очень классный текст. Просто нереальный текст. Ну, просто это космос, а не текст. Этот текст будет с субтитрами и голосом, и лица меняются. Представьте, 700 человек, мужчины, женщины, дети, говорят один красивый текст, ну, понятный. Там очень классный сценарий я написала. И представьте, 650 человек уже в этом видео поучаствовали. Осталось там 60 человек набрать. Ну, плюс-минус там 60. Я не знаю, сколько у нас сегодня уже видео прислали. То есть, с каждым днем мест на участие в видеопроекте все меньше и меньше. А видео будет, ну, я прям чувствую, оно будет крутое. Представьте, сколько лиц будет рассказывать, ну, очень интересные вещи. Поэтому поучаствуйте. Кнопочка, а, там кнопочки нету, наверное. Это надо в директ писать. Но мы кнопочку, наверное, завтра добавим, поучаствовать в видеопроекте, чтобы вы нажали и перешли сразу к Виктории в личное сообщение. И она вам даст сценарий, роль вашу. Так. Ну, и как снять видео тоже расскажет. Дети тоже в видеопроекте. Да, если они смогут выполнить правильный, ну, встать в правильный ракурс. То есть, Виктория, мой помощник, она расскажет и покажет на видео, как нужно встать, как нужно, ну, там, выглядеть, как нужно говорить. То есть, она все это расскажет. Если дети смогут это сделать, то, пожалуйста, я как бы за. Да, у меня дети участвуют. Ну, дети умнички. Потому что не все взрослые могут сделать это видео. Про детей я молчу. Потому что у меня сказано, и картинка такая, короче, видео горизонтальное для YouTube канала, горизонтальное. Понятно? Понятно. И присылает вертикальное. Ну, то есть, как бы, где внимание, где вы этого? Вообще, как живете? Люди, как вы живете, если вам люди читают жопой, жопой читают они, как говорится. Вот я злюсь, когда говоришь, слушай, встань, пожалуйста, отсчитай три секунды про себя, улыбнись, потом скажи фразу и замри на 10 секунд. Ты должен стоять улыбаться после фразы и не двигаться. горизонтально, по сиське снят, по сиське, вот, по грудь. И чтоб сверху вот такое расстояние было. Люди снимают по лба, до пупка, вертикально. Сказали фразу, еще не успевают сказать, уже видео выключают. Так, не делайте так, пожалуйста, не раздражайте меня, Викторию. Вот, короче, это была шутка. Юмора, но это не шутка, так и есть, люди читают жопой. Будьте внимательны, пожалуйста, вы своим вниманием творите материальную действительность. Вот как вы наблюдаете этот мир, вот такой вот он и есть. И если вы так невнимательно видите, что вам дают, что вам говорят, то не удивляйтесь, почему в вашем мире не исполнены желания. Желания перед вами есть все, вы их просто не видите. Вот они есть. Вот слон перед вами стоит, вы его не видите. Серьезно, есть слон, вы его не видите. Есть задания, вы его читаете, но не видите. Много что есть перед нами из полных желаний. И любимый мужчина есть, и дети уже маячат там с беременностью, и болезней там нет. Но вы это не видите. У вас есть шаблон, что что-то там не так, по-другому все. Все, на этой ноте прощаюсь, целую, обнимаю. Хак, кис.